Приветствую вас, друзья! С вами вновь Виталий. Продолжим тему, которую я начал в предыдущем видеоролике, когда мы говорили о личности в американской менталитете. Мне бы хотелось сейчас обратиться к какому-то авторитетному для вас и понятному источнику, который мог бы проиллюстрировать немножко, сделать более точный акцент и расставить. И таким источником является для нас американский психолог Абрам Маслову, с его знаменитой и такой спорной пирамидой Маслову. И сразу скажу свое отношение к этой пирамиде. Она переводится с американского менталитета неправильно, эта пирамида. Потому что она имеет отношение к индивидуальности. А в переводе это произвучало у всех, когда увидели эту пирамиду, что это имеет отношение к личности, то есть потребности личности. И, конечно, это вызвало такой диссонанс, до сих пор это спорная такая пирамида. И все говорят, ну как же, личность не может жить какими-то потребностями. Она должна думать о высоком, о культурном, о моральном и так далее. А тут пирамида Маслова какая-то. Ну о чем вы? Поэтому для нас, для понимания адаптации к американской ментальности, пирамида Маслова очень такая наглядная иллюстрация будет. Правильно? Потому что пирамиду он создавал именно для того, чтобы адаптировать американскую ментальность к западноевропейской, к азиатской. То есть, чтобы была какая-то пирамида в американском менталитете, чтобы было понятно, что американцы вот такие, они тупые. Они, понимаете, у них вот пирамида еды, пирамида потребностей и так далее. Чтобы люди хотя бы соотносили. Но, конечно, в исследовании самом Маслова говорить совершенно о другом. Когда у него на самом вершине написана там потребность самоактуализации наверху находится. И когда мы эту потребность видим в пирамиде, то мы совершенно понимаем, что она не имеет никакого отношения к личности. Это имеет отношение к индивидуальности. И когда ставятся знаки равенства между личностью и индивидуальностью, конечно, это неправильно. Каждая сторона пытается на свое перетянуть идеяло, как говорится, в этих аспектах, о чем идет речь, где тут личность, где тут индивидуальность. Давайте все это будет личность, потому что личность у нас доминирует, любит доминировать на своей пирамиде. Так вот, у нас пирамида Маслова говорит о потребностях, и она выстраивает потребности в такой же вертикальной какой-то структуре. Ну, на самом деле, такой структуры, конечно же, нету, да? И поэтому эта пирамида в самой американской, общественных, научных, там, в других кругах психологии встречена была таким неоднозначно, да, спорно. Они говорят, какая пирамида? Нет у нас никакой пирамиды, да? Наши потребности могут быть многообразны, или наоборот однообразны и так далее. Потому что американцы восприняли эту пирамиду как разговор об индивидуальности. Поэтому, друзья, мы, когда хотим понять, о чем говорить с американцами, многие такие вопросы задают себе, а вот я буду работать, общаться с американцами, и пойму их менталитет, и войду в американскую среду, буду знать американский язык, буду общаться, буду сленги знать их, и так далее. Вопрос там, а в чем звучит разница, да? Увидели разницу. То есть у него будет тут индивидуальность стоять, а у вас будет личность находиться. Но звучать у вас это будет одинаково. Звучать как бы в вашей голове, в вашем сознании. И взаимопонимание вы будете искать взаимопонимание. Ну как вы будете взаимопонимание находить? Вы знаете американский, английский язык, вы общаетесь с американцами, но взаимопонимание нет. Вы не понимаете друг друга. Поняли? У вас пирамиды разные. Пирамиды разные. То есть вопрос в чем? А как общаться с американцами? То есть как общаться? То есть вам необходима какая-то пирамида. То есть у вас внутри пирамида личности, у которой, как мы знаем, как тут идут, где это писать, ну здесь пирамида какая у нас там? Убеждения там у нас есть, мировоззрения там, ценности там, воспитания, образования и так далее. И вот эта вся совокупность создает нам какую-то личность. Вот эту личность, мы как бы стоим с этой личностью, стоим перед собеседником, этой личностью. И о чем хочет наша личность говорить? Конечно, говорить хочет о себе, о своих убеждениях, о своих ценностях, о своей культуре, о своих традициях и так далее. То есть, когда о каком-то предмете разговаривает человек, он соотносит там со своим мировоззрением, убеждением и так далее. А перед ним находится другой собеседник. У него совершенно этого нет в голове. Нет никого мировоззрения, убеждения, ценностей, традиций, культуры и так далее. И о чем вы будете говорить с американцами? Конечно, вы говорите, они тупые. Они тупые. О чем с ними разговаривать? Интересно, да? Но не надо ни о чем с ними разговаривать. Диалог происходит очень простой. То есть, вопрос, вопрос, интервью. Такое взаимное интервью будет. Хотите, если вы адаптироваться к американскому менталитету, то в разговоре, в диалоге, в монологе у вас будет интервью. То есть, вы будете задавать вопрос, получать ответ. на какой интересный, какая потребность. Вы будете о потребностях говорить. В пирамиде Маслова потребности. То есть, вы задаете вопрос человеку о его потребностях. Какие потребности у него находятся сейчас. И когда вы говорите об успехе, о заработке и так далее, вы тоже самое. Вы возвращаетесь ни к потребностям к пирамиде Маслова. И эти элементарные потребности, они известны, но их надо развивать, совершенствовать. Как удовлетворять эти потребности. Весь бизнес в Америке на этом построен. Если вы в западноевропейскую приведете культуру, или в азиатскую, и так далее, там бизнес построен совершенно на другом. А на каких-то выражаться, не знаю, как правильно сказать, рисоваться туда. Люди перед другом рисуются, наряжаются, какие-то машины приобретают, какие-то должности занимают. Вопроса о самоактуализации совершенно нет в обществе. Нет. То есть, невозможно. То есть, общество не развивается, соответственно, потому что потребности такой самоактуализации у людей нет. никто не делает открытие, понимаете? То есть, никто не делает ничего, ничего не исследует, не экспериментирует сам себя, а не самоактуализирует, не ищет в себе. Все. Поэтому, сегодня наш видеоролик был посвящен теме, о чем говорить с американцами. А с американцами мы говорим о потребности, его высшей потребности, о самоактуализации. Тогда, тогда вы начинаете с самоактуализации, опускаете с низкой потребности. То есть, вы всегда ставите акцент на самоактуализацию. То есть, точка над и. Вы ставите точку над и. Над и точка стоить. Видите? То есть, отдельно. Поэтому, друзья, хотим общаться, хотим развиваться в американской ментальности через возвращение вот к этому понятию. Понятие не звучит в переводе как индивидуальность, не звучит в переводе как личность. Вы тут в голове, когда у вас исчезнет разница, а вы самоактуализация будете говорить, вы обобщите все это дело в свою индивидуальность и свою личность. В общее, в общее состояние ваше самоактуализации. Спасибо вам за внимание. С вами был Италий. Подписывайтесь, лайкайте. Ну и всем всего хорошего. Всем доброго.